Вот собираетесь выкупить землю, подстроить дом и спокойно в нем жить всей семьей долго и счастливо. Деньги собрали, отсек закрыли, открыли новый отсек, опять деньги собрали, закрыли. В 2011 году задумались с женой о покупке земли для дальнейшего строительства дома и проживания в нем. Долго искали хорошее место. В 2012 году мы такое место нашли, замечательная земля, недалеко от Москвы, тогда еще это было, было Подмосковье, потом стало новой Москвой. Мечта ваша сбывается. Землю вы покупаете, строите дом, только вместо спокойной жизни получаете кошмар в виде управляющей компании. По договору отвязаны, вы нарушаете пользование землями общего назначения. А вы кто? А вы выключите телефон? Нет, я имею право снимать везде, где мне захочется. Спасибо. Где-то через год начались первые проблемы, когда новый так называемый застройщик сказал, что для подключения моего дома к коммуникациям нужно заплатить еще один миллион рублей. Это одни и те же физические лица. То есть получается это как подводная лодка. То есть один отсек у нас затопили, появляется новый отсек, который также собирает денежные средства с данных собственников на этой территории. Вот. Деньги собрали, отсек закрыли, открыли новый отсек, опять деньги собрали, закрыли. Вот так можно легко стать заложниками управляющей компании. Вместо спокойствия погрязнуть в исках и судах. На данный момент существует несколько организаций, одна из них это так называемый ТСН Капитолий, который пытается дополнительно сейчас взыскать с меня неосновательным обогащением еще полмиллиона рублей якобы за то, что я пользовался их услугами на протяжении этих лет. Хотя никаких услуг не было. По факту суды и судебную систему используют как инструмент для прикрытия своих, скажем так, незаконных действий. То есть основываясь о том, что это не мы хотим деньги забрать, а именно это суд решил таким макаром для того, чтобы прикрыть свою вот, скажем так, преступную составляющую, что именно мошенническим путем они хотят отнять эти денежные средства. Компания Зорница, Галактика, Капитолий. Названия постоянно сменяются. Не меняется только суть и главные действующие лица. Вроде Россия правовое государство. Сам президент говорит. Но что происходит в судах? Белое становится черным, а черное наоборот. Методы компании Капитолий. Иначе как бандитскими не назовешь. Были препятствия проезда зафиксированы скорой помощи. Данный факт есть в прокуратуре. Зафиксированы не проезд строительной техники, которую не пускали жителям для оказания давления на них с целью того, чтобы деньги заплатили дополнительные. А вы не могли бы дать в комментарии, на каком основании вы не пускаете машину? То есть вы просто не пускаете машину жителя поселка, правильно я понимаю? Все вопросы к руководству. Лично мне не пускали машину дров зимой, когда у меня дома был маленький ребенок, и мне нечем было греть. Это определенная характеристика моральная этих людей, которые там сидят. Когда просишь суд оказать содействие, предоставить платежное поручение о том, что данное имущество оплачено, предоставить свидетельство, акт ввода в эксплуатацию данного имущества, разрешение на строительство, то истец в данном случае ведет себя очень интересным образом. Он говорит о том, что у нас эти документы есть, но мы их показывать вам не будем. И суд верит на слово. За дорогу. Дорога уже входит в эти все деньги, которые мы вам выставили. А вот въезд, по поводу въезда. В этот миллион, по сути дела, все входит. Со слов адвоката, судья запросил новые документы, которые не следовались ранее, в суде первой инстанции. Что это, как не придумывание своих собственных правил? Только в чьих интересах? Чтобы убедиться во всем лично, журналисты редакции «Момент истины» планируют присутствовать в суде. Возможно, мы станем свидетелями новых норм права, придуманных прямо в зале суда. У меня, если честно, иной раз в некоторых судах выступления занимают до 3-4 часов, для того, чтобы объяснить всю ту структуру, которую ТСН Капитолий пытается предъявить в качестве взыскания этих денежных средств. И в данных судах ТСН Капитолий отказывает. Недавно у нас даже одно из таких дел, когда суд первой инстанции удовлетворил, суд апелляционной инстанции оставил без изменения данные, скажем, решения суда первой инстанции, мы дошли до президиума Московского городского суда, где председатель суда Егорова Ольга Александровна соответственно рассмотрела данный спор, определила, что да, судом не учтены многие обстоятельства, которые мы заявляли в суде первой инстанции, и отправила данный спор на новое рассмотрение. Редакция «Момент истины» начинает новое расследование «Капиталы Капитолий». Почему возможна деятельность компании Капитолий и подобных ей? Почему судебная система на их стороне? И главный вопрос – кому это выгодно? Кто стоит за красивым фасадом компании Капитолий? Субтитры создавал DimaTorzok